Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не делал ничего доброго пред Тобой, избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля. Дай мне, не подвергаясь осуждению, открыть мне недостольное уста, и расхвалить святое имя Твое, отца и Сыня и Святого Духа, ныне всегда и во веки реков. Аминь. Он, став от сна, и после ночи приношу Тебе, Спаситель, в песнь, и прибавляя к стопам Твоей, и вызываю Тебе, не дай мне уснуть греховный смерть, и разжойся надо мной добровольно расспрашиваться, скоро по нему не обеспечу бежащего. И спаси настоящее пред Тобой на молитве, и после сна ночного пошли меня с небесничный день Христии Божи, и спаси меня. Молодец, очень выкорючий вставку, с весна я спешу к Тебе, и по милосердию Твоей, и принимаюсь в зарубежные победила. Я молюсь Тебе, помоги мне всегда во всем, избавь меня из всякого зла в мире и дьявольского искушения. И спаси меня вели в сердце Твоей личной, боти, мой Твоей, и источник, и подател всякого блага. И на Тебя вся моя надежда, и я возглашу Тебе хвалу, ныне и всегда, и вовите грехов. Аминь. Будь поликой обильный из своей младости, по великому Твоему милосердию, Ты дал мне рабу Твоему. Прошедшее время этой ночи провести без напасти и святого правительского зла. Само великого Творец Всего Сущего. Будь расстроен на просвете Твоей истины, с просвещенным сердцем исполнять вовите умение себя и вовите веков. Аминь. Господи Вседержитель, Боже Судисплотных и всякой плоти на высотах и местных живущих, озирающий Дуя Земли, наблюдающийся в славе, помыслы и ознобирающий тайны человеческие, безначальный, вечный и неизменимый свет, неизменный, который не оставляет затененного места на своем пути, и ты сам, бессмертный царь, примемовременный нашим, который мы в настоящее время надеялись на обиде, состраданных рот, возьмем тебе из нечистых хвостов и врачи на прегрешение наше, совершенное нами делом, словом мыслию воина и невоина, и очисти нас от святой нечистоты плоти Духа, и дай нам с бодрствующим сердцем и трезвенной мысли и прожить всю ночь здешней жизни земной в ожидаемое наступление светлого и славного дня Второго происшествия, Единородного Сына, Господа Бога, Спасителя нашего Иисуса Христа, когда общий Судья придется славу за каждого подъема, и выдано я тогда с небежащими, сонными, на Божьей свящими, и восставшими среди исполнения заправления Его, и готовного и истинного радости, Божественного Чарта, Слава Его, где неприставные голоса торжествующих и невыразимая радость величит несказанную красоту лица Твоего, ибо Ты истинный Свет, просвещающий и освещающий истинный, и Тебя воспевает всю Твою Мою, Великую Вечную, Аминь. Светы Ангелы поставлены в блестилую и бедную душу несчастную жизнь. Не оставь ни огрешенного, и не отступи от меня, и не воскресенье не стою, и дай возможности знаменому демону подчинить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную, опустившуюся мою руку, выведем его на спасение. О, Святой Ангелы, Боже, Хранитель, Покоритель, Бедная, Моя Душа и Дера, прости мне все, чем я оскорбил Тебя в среднем моей жизни. Я свечем согрешил в прошедшую год, защитим его на старающий день, и сохранил меня от всякого искушения в радостном, что мне не пронимать Богу никаким диком. И молись за меня, как Господу, чтобы он термел на страсть и своему согрел на рабу, достойную своей перед милостью, помыть. Просвятая Владыча, самая Богородица, святую Твою всесильную мольбой, не отгони от меня, ничтозного несчастного раба Твоего, умыния, забвения, неразумия и родения. Удались из скверной рукавы, хуйные помышления от несчастного моего сердца, помороченного мамы, вот, и погасит вам страсти, ибо нищ, и слав, не сбахну от многих губительных воспоминаний и намерений, и освободи от всем, кого злого и бедствия. Имя Ты благословенно от всех родов, и Твоих, и честное имя, свадься в веке веков. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Анатолий, Игнатий, Сергий, Сергий, Сергий и Елена, Болееусердникам прибегаем, как скорым помощником, молитвенникам о душах наших. Благодарутся, Девоградутся, благодатная Мария Господа, Боже, благословенно Ты мне введен, и благословен Божьего Твоего. Ибо Те родила, Спасителя души нашей, спаси, Господи, людей Твоих, благослови, и расстояния Твоих. Помогай православным христианам, побеждай врагов, и сохраняя силы креста Твоего, вследствие Твоих. Спасибо, Господи, и помилуй от самого духовного знака, батюшку Якима, родителей, братьев, сестер, родственников, начальников, благодетелей, всех ближних моих друзей. И у всех православных христиан подаем Твои земные и небесные брата, не лишая мирости Твоих посетив, упреки силой Твоей дарой, здравия, спасения души, Бог и благ, и любишь людей. Аминь. Господи, души усопших рабов Твоих, родителей, родственников, благодетелей, всех православных христиан, просим все их грехи, воли и воли, и дарим Царство Небесное, со святими и покой Христи, души рабов Твоих, правцев, отцов, братьев наших, там, где нет ни болезней, ни печали, ни души не страдали, но жизнь бесконечная. Святись, святись, в Новую Царину славу Господь, Георгия, в Икунии, в Северномове, Ты же чистая, красавица, Героица, а восстание Рождества Твоего, слава Святому Ситату. И ныне им всегда и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Симе Божий, Мои Твои Пречистые, Твои Матрики, по долгам Божьих Акосов наших, и всех святых, помилуй нас. Аминь. Господи, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог Иегова, воочи. Свят, свят, свят Господь Саваоф. Вся земля полна славы Его. Аллилуйя. Слава Высшему Богу. На земле мир, в человеках благовольнение. Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи, за день, который дал мне веру в Тебя. Страх пред Тобой, ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи, за день, который дал мне святую Библию и указал на толкование святых отцов, как на истину. Аллилуйя. Ибо это нового Бога, кроме Тебя, спасителя нашего и умершего за грехи наши, для оправдания нашего. Слава Тебе, и насущная, нераздельная Троица. Аллилуйя. Хвала Тебя, наш Господь. Да будет Тебе слава во всей жизни нашей. Аллилуйя. Пресвятая Госпожа Богородица, Пресвятая Дева Мария, Матерь Христа, Бога нашего, спаси нас молитвами своими и покрой нас самофором любви от всякого несчастья и недобрых людей и духов. Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи, что сохранил нас в пути и в дальнем путешествии. Сохрани наше сокровище книги здесь и в пути. Аллилуйя. Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога о мне грешном. Благодарю Тебя, мой ангел. Сколько лет Ты хранил душу мою. Не покинешь смертный час, когда душа будет разлучаться от тела. И проведи душу мою по мытарствам. Веди ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Иоанн, креститель, претеща Христов, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жители в бедности. Имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным. Никогда не роптать и никому не завидовать. И каждому дару жилье Сергею Гавриилу. Аллилуйя. Святитель Христов Никола, мирликийский чудотворец. Образ крутости воздержания. Добрый архипастырь, моли Бога о нас. Укрепи народ Твой, Господи. Дабы не страшиться ни царей, ни начальствующих. И не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать. Аллилуйя. Молите Бога о нас. Пятые пророки. Пророк Илья, Елисей, Енох, Моисей, Самуил, Аарон, Ио, Авель, Но и Иосиф, Патриархи. Яздрани, Эми, Амос, Наум, Исаи, Иеремей, Иварух, Изыки, Илёсея, Илягей, Сапуни, Захария, Малахи. Давид, Нафан, Даниил, Отрки, Пророк, Михей, Авраам, Исаак, Иаков. Да исполнит Господь Духом пророческим церковь Твою, дабы день прихода Твоего нашего отшествия не засталось не готовыми. Но чтобы выше на встречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными или добрых дел, с отделанной Духи Святом, с любовью. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Молите Бога о нас, святые ангелы и архангелы, хирургимы и серафимы, и все небесные силы, престолу Божию предстоящие. Аллилуйя! Святые апостолы и Петр и Павел, евангелисты, Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Да дамит Господь нам жажду исследовать Священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вещную, а они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликапс, Минус Кеустин, философ, Касмай, Демьян, Андрей Стратилат, Иерон Мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимник, Нидийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, сорок святых мучеников, Царь Николай, Святое Царское Семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Молите Бога о нас! Да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертания зверя Антихриста. Анфиму, Вениамину, дай веру и устраши родителей за такое ложное воспитание. Молите Бога о нас! Святые отцы Василия Великий, Григорий Богослов, Ян Златоусов, Анасий Великий, Ифрем Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Пеодосий, Корнилий, Ио, Сергий Радонинский, Степан Пермский, Серафим, Саровский, Ян Тобольский, Ян Кронштадтский, Ян Шанхайский, Кирилл, Микодий, Накентий Николай, Макарий, Алтайский, Филарет. И все перевозчики священного писания, молите Бога о нас! Да укрепит Господь святую православную веру и освободит от всего ненужного замысля еретиков в ничто преврате и разбей. Аллилуйя! Молите Бога о нас! Святые жены и девы, Феокла, Первомущеница, Фатина, Самарянина, Феурония, Вера, Надежда, Любовь, Матер Софии, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетвы, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прискила, Акила, Андроник, Июня, Киприяна, Устина. Да дарует Господь послушание и молчание, Соломудрия и стыдливый женам и девам, И сохрани их от всяческого поругания. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Исправь непокоривость Галины, семейства Евгении, Надежды, 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 Снеклана, Марии, Раиса, Марина, Юрия, Елены, Людмила, Галины и Иоанны. Аллилуйя! Слава Тебе, Господи, за тихую и мирную ночь, Что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить все наши таланты, дарованные Тобою. И до сего пошли нам добрых помощников, наставников и советников. Василий и помилуй, митрополита Илариона, епископа Евтихи, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, Священарея Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Сергия Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амбросия, Вадима, Зосима, Алипия, Андрея, Владимира, Максима, Дьяконов, Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, Сергия, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Паствуи, и весь священнический и иноческий щин, и высший истинный служитель миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и нам, дающим священникам, если угодно тебе. Песмири власти и воинства их, наведи страх твой на них, и через них спори благое церковь твоей, Владимира, Дмитрия, Александра, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдегена, Амана, и даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, и где война идет, и научи нас ценить это мирное время, и приготовь, Господи, земли сели к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю вселенную, за отступничество от тебя. Аллилуйя! Слава тебе, Боже наш, слава тебе, сохранила здесь селение наше от пожара, от воров, от нечистой силы живущих там, Виктора, Андрея, Игоря, Игоря, Серафимов, Алексея, Иосифа, Романа, Владимира, Николая, Михаила, Никиту, Аллилуйя, спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Викторе Сергеевне, Слава Стяну, Людмилу, Дмитрию, Алексею, и расширь пределы в общем, по пути всех на благовестии. Спаси и помилуй Дмитрию, Марину, Щадых, Валентину, Алексею, Валентину, Надежду, Дмитрию, 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 Олегу, Алексею, Александра, Александра, Отступника, Аллилуйя, Михаила, Николаевна, Путешествующих, Раиса, Возри на врагов, разруши их замысль против истины, против нас, и не дай им погибнуть, пошли им в разумление, и в судный день не помени их безумие, закрой их лживые уста, наведи страх твой на них, и благослови благодетелей, и через них окажи нам помощь Елену. Благослови Евгению, Евгению Наталью, Максиму, Владимиру. Аллилуйя, и пошли добрые жители, вселение наших детьми, сохрани школу, посети болящих, дай силу все перенести с благодарением, и пошли им исцеление. Сергея, Алексея, Александра, Александра, Валентина, Валентина, Анна, Анна-Мария, Антонина, Каверия, Игорь, и нас помилуй в милости твоей ради. Аллилуйя! Сохрани наше сокровище, ставь эту форму, что здесь есть у трудящихся Игоря, и помогающих нам Василия Сергея. И обрати на путь покаяния Тимофея, Тимофея Мартина, и Германа Александра, слави, помогающие, Светлана, Юрий, Эдварда. Аллилуйя! И все наше расстроено идеи. Такие, Валентина, Ирину, Татьяну, Маркунину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну, и от пьянства избавил Павла, Михаила, Андрея, Александра Владимира и Игоря. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже Наш! Слава Тебе! Будь милостью, Храм Владыка! Благослови и умудри! Пошли все необходимое для детей. И расположи к нам сердца начальствующих. Сокрой нас от желающих творить пакости. Слава Тебе, Боже Наш! Слава Тебе! Прими нашу молитву воздияния рук, как жертву вечернюю, благоухание, приятное перед престолом благодати Твоей, Господи. И соедини молитву нашу с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам. И прими нашу молитву о всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их, Господи! Помилуй! Аллилуйя! Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Звук пропал. Слава Тебе, Боже Наш! Слава Тебе! Доброе утро! Христос Воскресе! Я покажу у нас тут, на молитву, когда остановимся, внимательно слушайте. Обязательно. Руки должны быть закрыты до кистей. Это мы детьми привещаем. Это мы с благоговением. Если расстегнуты, застегнитесь. И обязательно, чтобы луку пояса... Сейчас пока ничего не говорите, я просто говорю. У нас дети этому привещаются в течение одного дня, когда приезжают, в лагере как было. То есть, ну это понятно. Если мы даже в армии находимся, то знаем, что есть господин начальствующий, и как перед ним надо вести себя благоговеяно. У нас однажды принятое, мы правила это держим, и оно никогда не во вред. Златоус об этом всегда напоминает. Если, говорит, мы перед простым, даже начальником, и то стараемся привести себя. И как мы положение тела нашего, и каким голосом говорим, тем паще перед Богом, перед Творцом. Так, мы добавляем здесь занятия небольшие, как бы к молитве относятся. Ну, что там к молитве относятся? Пост, милостыня. Сегодня мы начинаем тему, добавляем, это все входит в утреннюю молитву. По частям будем идти. Благовестие. Потому что в православии крайне неблагополучно с благовестием. А благовестия нет, нет рождения. Если не было рождения, семья, вот допустим, молодые, женились, а детей нет. Это неблагополучная обстановка была в Ветхом Завете. Начинали молиться. Молиться терпеливо. Ну, молиться год, живет с женой, все нормально, любят друг друга, детей нет. Два, три, пять, десять, пятнадцать, нет детей. Что делать? Ничего нельзя делать. Никаких пробирок, эстокорпоральное оплодотворение. Церковь это отвергает, как совершенно неугодное Богу. Не дает, значит, Богу не угодно. Ты живи так, как Бог тебе назначил. И вдруг на двадцатый год жена забеременела. Забеременела двойняшками сразу. Вы знаете, о ком я говорю? Я говорю о Исааке и Ревекке. Это главные герои, вот сегодня о чем мы будем говорить. И о благовестии. Если благовестия нет, нет рождения. Вера от слышания. А слышание не от того, что человек ходит в церковь. Он там может ничего не услышать от Слова Божия. А Слово Божие, оно открыто. Священное Писание. И Библия. Три названия у них. Святая Библия, Слово Божие, Священное Писание. Вот Священное Писание. У других народностей там другое Священное Писание. Там Коран, Веды, Тора. Это у них Священное Писание У нас Святая Библия называется Святая Библия И дальше называется Слово Божие Слово Божие это конкретизирует Определенно, четко от Бога Все Священное Писание Бога Духновенное Писали Святые Божьи Человеки Будучи движимы Духом Святым Бог двигал ими А как это так понять Я не могу объяснить Мне это не дано Но я знаю, что именно так Ну а как это испытать Ну испытать, как тебе Бог дает Говорит человек Или пишет Это одно и то же Это его жестами выражается Махнули рукой, значит Человек идет Я ему кричу, иди ко мне Или да пошел ты это, значит Уходи Или показали, а значит Ты дурак То есть много жестов, которые показывают Так вот Ну лишнее не надо, конечно Оно и жестом можно оскорбить человека И вот если благовестия нет Рождения нет Трапеза пустая А в псалмах написано Что когда жена твоя Как плодовитая лоза Дети твои Вокруг трапезы твоей Как виноградные кисти Это сравнение дается В Ветхом Завете Было рождение плотское Дети рождались Одни Почитали родители Другие не почитали Которые из дома Тащили, пили Их убивали Написано Сын мод и пьяница Наркоман Что делать Родители должны были заявить Старейшинам города Его выводили за город И сразу убивали Его не сажали А то это болезнь Надо его лечить Наркомания Болезнь Токсикомания Это не болезнь Это пленение дьяволом Его убивали Написано И родители должны положить руки на голову И сказать Сын наш Мод и пьяница Мод Имение проматывает И не слушается И его каждый берет камень И камнями били Ну его привязали Он не убежит Никуда И куча камней Огромная была Это говорит нам в Библии Дух Святой Но вот В жизни Бывает так Когда ты Что-то делаешь И даже не знаешь Потом обнаружится Ну Мы вчера У меня приехал Человек близкий Он в Потеряевку уехал Помогать Михаил Михайлович Кальмаев И у меня стихотворение Написано Ну утром Я на молитве И вдруг мысль Я бывает На строчку Там какую-то запишу Одну строчку Мысль Ну а дальше молюсь Когда кончил В это время Ну обыкновенный лист Знаете Какой большой лист Закладывает А4 называется На котором печатают Всегда документы Все И Я начинаю писать У меня стихотворение Все По 9 куплетов В каждом куплете 4 строчки 9 и 4 и 36 И напротив В каждой строчке У меня как бы Увесвечивается место Библии Откуда взята мысль Это не просто так То есть такого В мировой практике Вообще никогда не было И когда люди видят Они А как это вы могли Узнать Вот мое стихотворение Считает человек Ему нужно 25-30 минут Но если бы я один Взял да и написал Вот смотришь Черновики Пушкина Пушкин известный человек Поэт И вот он одно слово Так поставит Там посередке Вычеркнет У меня этого нету Вообще ни одной Помарки нету А как это Понятия не имею Так это бы одно стихотворение А то за 9 лет Я сейчас У меня все записывается Написано 3467 стихотворений Ну Это не А много или мало Это означает Все стихотворения Взять Пушкина Лермонтова Некрасова Александра Блока Это меньше будет Чем Какую цифру Я называю Тем более у них Куплетик один там Ну и все А здесь 36 строчек И при том К каждому стихотворению Эпиграфы из Библии взяты То есть Этого нету нигде И никогда не было И у меня черновики сохранились Я их пишу С чистого лица Они одной помарки Нигде нету А как это может быть Не знаю Ну Просто я не знаю Я не могу ответить Ну а что это Здесь стихотворение Ну вот сейчас я Как бы К этой теме Это подхожу И на экран Выведу Пока покажу Вот здесь у меня Есть где-то стихи Вот Некрасов пишет Так вот День Победы А там Одна сестра Мне сказала Говорит У меня напивается День Победы Там Порохом пропах Ну поют Харитонова Владимира Сестра одна позвонила И говорит Я работаю Напевается песня Ну слова-то Мирские А как бы слова-то Поставить Другие Я сел за стол У меня не больше Двадцать минут Прошло И стихотворение Вышло это И вот я считаю В интернете Устал бы Бог «Мы тонем, ледяное море!» Рыбацкая шхуна с волнами боролась, Стремительно крен возрастал, Сметение росло, но раздался в дух голос И всех на молитву призвал. Волна через корпус не раз пробегала, Был лопасти виден плавник, Как туша убитого кем-то финвала, Корабль под ударами сник. Остались минуты, а дальше развязка, Объятия холодной волны. Над пропастью мглы с ледяной повязкой О чём бы подумали мы? Наверное, лица родных и знакомых Мелькнут в феерическом сне, На жизненной грани, на жутком изломе, На вечной девятой волне. И стихотворение это на песню положено. И последнее куплет. «Когда мой корабль опрокинет пучина, А рот поперхнётся волной, Дай Боже, чтоб к небу своей кончиной Других я увлёк за собой». Эти, ну, все они слова навсегда. Вот это, я о Дне Победы прочитал, Её может петь японец, африканец, Потому что речь идёт о победе над грехом, Над злом, о воскресении. Ну, последнее. «Только дал бы Бог раскаясься тот час». А кому? Это японцу надо? Это таурегу надо? Это Зулусу. Всем надо. Никогда его ничем не огорчать. Это всем надо. Это Гитлеру надо, Сталину, Ленину. Это всем надо, чтобы не огорчать. Дух Святой на благовестие подвиг. Двоеточие. Какое? Пасха вечная, а жизнь лишь только миг. Кто это? Мусульмане, буддисты, Иудеи, язычники. Пасха вечная. Христос. Жизнь только миг. Вот я об этом говорю. Если благовестие есть, Благая весть, Благая весть – это не проповедь. Это не миссионерство. Проповедь – это распространение любого учения. Хороший проповедник был кто? Ну, назовем. Самый лучший из них – это Адольф Гитлер, Шекльгрубер. Это проповедник нацизма. Восставить, как по любви к своему и своей нации, народ из бездны забвения, поднять на такую вершину. Ну, были разные. Апидель, Кастро, Керенский Александр – это проповедники своих идей. Сталин, конечно, не проповедник. Ленин был проповедник. А благовестие – это благая весть. О Христе говорить. Кто говорит – не важно. Благая весть. Говорит это православный католик, мусульманин будет говорить. Благая весть только о Христе. Благая. Даром дается спасение. А миссионерство – это труд Духа Святого. Человеку нельзя это сделать. Этому нельзя. Благовестию можно научить, проповеди можно научить. А миссионерству нельзя научить. Это или дано, или не дано. Это нельзя. Вот я могу рисовать. Я могу рисовать. Но я нарисую, и ты себя не узнаешь. Видно, что я не художник, потому что это талант. Вот я на второй полке, ну, полка называется плацкарта, едем, я оттуда слажу. А он увидел, что я с бородой. А сидит художник. А у него бумага. Я пока сапоги свои надевал, ну, сколько тут время, там, портянку я навернул. Я не выходил здесь-то. А он контур сделал, и мне показывают. Я глянул, как портрет. Это я. Он еще ретушировку никакой не сделал. Это я склонился, и сапог надевал. Ой, сапоги прямо, какой же талант у него. Ну, у меня нету. Или я художник, или не художник. Вот здесь никак нельзя. Миссия – это Дух Святой. Вот сейчас миссионерские отделы, это обман сатаны. Обман. Нельзя их создать. И на миссии участвует два человека. Два. Христос послал апостолов по два. Потом еще избрал 70. Это сколько будет? Избрал, говорит, 70 и послал. Да, первых 12 было. Это получается уже 82. Да, Павел 3. Вот сколько апостолов. 83. И вот 70 тоже по два. Пошли проповедовать славянским народом. Кирилл и Мефодий. Двое, не пятеро. Понимаете? Надо же приглядываться как. Дух Святой награждает талантом. А сколько талантов? Иоанн Златоуст отвечает. Тысячи. А как это? Да разве может быть? Ты не спорь. Тысячи. А который просто благовествовал. Он может покрестить. А сколько нужно талантов, чтобы покрестить? Златоуст говорит, ни одного. Достаточно быть рукоположенным священником, и больше ничего нет. А как это тысячи талантов знать? Бог показывает душу человека. Человек ничего тебе не сказал. А тебе его мысли открытые. Так это еще колдуны какие-то начинают там. Ну, разные экстрасенсы. Этот человек, он даже не знает, что мысли открыты. Он просто проповедует. А этот человек, который пришел, он говорит, что к нему говорится. На его вопрос отвечается. Вот часто бывает так. Человек говорит, я хотел с вами по скайпу поговорить. А вы вдруг говорите с другим, я слышу, вы на мой вопрос отвечаете. Никогда этого не видел-то. Я второй раз, думаю, выйду. Только подумал, говорит, вы опять дальше говорите, на мой вопрос отвечаете. Это Бог делает так. Письмо приходит, ты его не распечатываешь. А говоришь, напишите это и отправьте с этим письмом. Почему? Тебе Бог открывает, что в этом письме открыто. Какая нужда? Конкретная нужда. Не нравится или не нравится? Благовестник может соразмерять времена и смотреть, а у миссионера этого нет. Он смотрит выше голов. Так сказал Господь и все. Смерть грозит. Ему это разницы нет. Смерть его повешивает, там кишки из него будут наматывать. Не имеет значения. Он исполняет миссию Духа Святого. Дух Святой повелел не идти. И он никуда не идет. А почему? Не знаю. Павлу Господь не открыл. Почему он в миссию не должен идти? Мы предприняли идти, Дух Святой не допустил. Дух Святой. Не Нерон. А как? Не написано. А можешь что узнать? Можешь, когда будешь обладать этим талантом. Это нельзя доказать. Нельзя. Это благодать Божия. Вот Светлана Копылова, если кто знает, то там про одного художника она поет. Хорошо составлена. Я не знаю, автор она или кто. Как он писал, увидел девушку. И когда нарисовал он ее, отойти нельзя было. И она говорит, хорошая у вас кисточка. Он говорит, при чем тут кисточка? Это талант. Это мой талант. Она говорит, нет. Вы сами являетесь кисточкой в руках Божьих. И она все так составлена, с техотворной формы и поет. Он говорит, да нет, это я, я. Я могу сделать так, что углем нарисовать, ясно солнце будет светить. Углем темную ночь не изображая. Наоборот. И белой краской ночь изобразить. Он берет, холст меняет, краски меняет, ничего не получается. Он падал и выл и кричал. А его на аукционах разбирали. Такие росли цены на его картину. Все. И он уже перед смертью в своей лачуге сидит один на закат, смотрит и говорит, все в руках Божьих. Не гордись, но бойся. Это все Божье. Бог делает так. Посылает другой раз. Бывает человек. И говорит, у меня вот отец такой, он хороший отец. Он пьет и курит. Очень гневливый. Маму бьет. Сколько я ему говорил, давал книги, читать он никак. А вы могли бы с ним побеседовать? Не знаю. Ну, я его приведу к вам тогда. Ну, как это, ко мне приведу? А я вас приглашу, вы в комнате моей, говорит, будете сидеть. А вы с ним поговорите. Он пьет редко. Ну, и он кроткий такой, хороший. Ну, отец родной, понятно, заботится. Ну, я сижу здесь рядом. Он зашел. Здравствуйте. Здравствуйте. Все. Я ему хочу сказать. У меня устав закрытый. Я ничего не могу сказать. Он в столярке работал, как там, какая вещь была у него в руках. Он так с ней зашел, как сейчас перед глазами стоит. И я ничего не могу ему сказать. Проходит какое-то время, он постоял маленько. Ну, сказал о себе, где он работал, там, в шахтах. Труженик. Потом этот человек, когда отец ушел, он говорит, а почему же ему ничего не сказали? Я говорю, не могу объяснить. Я не могу объяснить. Бывает человек полуживой. Там, туберкулез. Я 18 лет только в тюрьме работал. Сам по камерам шел. Я говорю, и каются люди. Становятся на колени. Преступники плачут. Меняют показания. Они лгали. Вызывают прокуратуру. И теперь открывают все, что они делали. А как там? Не знаю. Я ничего не знаю. Я только кисточка в божьих руках. Я при том говорю о себе уже. Перехожу на это. Я знаю, о чем говорю. И сеющий, говорящий слово. И поливающий, который придет, дальше будет помогать. Ничто. Нуль. А все. Бог возвращающий. Бог. Когда Бог это делает, на душе радостно. А ни гордости, ничего нет. А оно не мое. Бог сказал, возьми, переложи. Я взял, переложил. Ну, какая моя гордость? Ну, большой каравай хлеба. Ну, Бог. Или кто-то испек и говорят, вот сидят дети сирые, отдайте им. Ну, идти рядом. Я прям тут же передал. Какая моя заслуга-то? Я его не пью. Хлеб не выращивал. Детей не приводил. Я их и не знаю. Вот так и проповедь. Вот это миссия. И поэтому миссионерские отделы, это обман. Они бесталанные, жестокие, коварные. Они злые такие. Ну, возьмите Дворкин, это главный у них сектовед. Он ничего не знает. Наркоман, хиппи. И там приехал сюда из Америки, из Израиля. Он всех перессорил. Сейчас сектант, сектант, сектант. Он сектовед. А такой должности вообще нету. Обман. И он получает деньги. Он обратил кого-то? Нет, конечно. Он сам необращенный, мертвый. Злодей. Один из самых страшных злодеев в России на сегодняшний день. О нем столько сейчас в интернете пишут. Его разложили по молекулам. Все, что он делает. Дворкин в Москве. И патриархия его принимает. Я попутно говорю. Вон мы ему дали мои книги. У меня 43 книги фактически это вышло. 38 в бумажном варианте. Ему на исследование, чтобы меня объявить еретиком. Он ничего не мог найти. Но пакости всякие делают. Там Роспотребнадзор на меня натравили. Чтобы лагерь детский закрыли. Мы вчера рассуждали об этом. У меня моих только роликов в интернете 7200. Вы найдите, у кого в интернете есть только роликов. Что я делаю сам, что ли? Это нельзя сделать? Нельзя. События за событием идут. Я фиксирую. У нас ничего не скрыто. Что там выступает Смирнов, кто Ткачев, другие. Хорошие батюшки, все. Они могут показать себя в этом? Нет. У них ничего нет. Он сидит тут перед микрофоном. А у нас как мы работаем, как мы ловим рыбу, как приглашаем людей. Как мы пилим, как мы копаем, как делаем озера новые. У нас все показано. Все. А у них ничего нет. Ничего, ничего не может показать. Мы с утра до вечера работаем для Бога. Во имя Божие. Встречаемся. Где-то у нас идут свидетельства на улицах. Приезжают там где-то. Я захожу в мечеть. Вот я показал на тот ролик один. В доме у мулы ночуем. Какая беседа идет. Могут они показать? Нет. Он сидит на одном месте. У него ничего нет. Может он показать души, которые приняли Христа, не зная о нем. Он никогда не покажет. А ничего там и нет. Ученик не выше своего учителя. Что это? Благовестие. Итак, сейчас я добавлю о благовестии. Обступление делаю все еще. О благовестии. Это из книги к истинному православию. Это моя книга. Я материал 40 лет собирал на нее. Этой книги нет аналога мировой практики. Нету. Вот сейчас Андрея Кураева все знают. Известный, как его называют, протодиакон сия Руси. И недавно сейчас в интернете появилась моя большая такая статья о мощах. Что такое мощи. И он пишет и в конце пишет. Это взято из материалов Игнатия Лапкина. То есть от меня. Он приезжал, у меня здесь был. Книги у него есть. А почему он не свое поставил? А нету более полного материала. Нету. И он это сказал. Я ничего нового, говорит, не открыл. Игнатий открыл целые пласты, забытые нами за 2000 лет. То есть 1173 биографии. Вот так надо ее было все время шевелить. Биография – это жития. Это 713-19 правил апостольских. Их надо знать. Кроме того, святых отцов – это 300 томов. И святая Библия – 77 книг. Из них и все я выбрал о мощах. И теперь берите, даром берите. Я даром получил. Это не мое. Это мое, там ничего нет. Я только связующие слова говорю. И еще сказал Ян Златоус. Вот это мои слова. А дальше что сказал Златоус? А Златоус – это 12 томов. В 12 томах о том каждый по 800 страниц. И там всего только нашлось 10 строчек. Но их надо было найти. Понять о чем говорится. Жития большое. Бывает 50 страниц. Страниц? Ну, а о мощах сказано только один раз в середине житии. А кто знает? Никто не знает. Ну, а как же выступают там такие батюшки? Не знают. Андрей Кураев даже этого не знает. А он-то больше всех их знает. Профессор. Он занимает. А Осипов и Осипов не знает. А как вы знаете? Знаете, что бы они сказали? Мой материал зачем бы брали-то? Они прямо указывают, взято у меня. А как это может быть? Вот это я не знаю. У них образования профессора, а у меня-то образования никакого нет. Никакого. Просто я закончил 10 классов, строительный техникум, мореходное там училище выгнали оттуда. И у меня ничего больше нет. Но я день и ночь учусь. 54 года у ног Христа сижу. Итак. Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Учая их соблюдать все, что я повелел вам. Матфея 28, 19, 20. Ну понятно, во имя Отца и Сына и Святого Духа. А дальше Евнуха, Филипп крестит. И не крестит во имя Отца и Сына и Святого Духа. А написано, во имя Господа Иисуса Христа. И теперь, когда Петр рассказал, что они распяли Христа, евреи и прочее, натворили. Это что они натворили? Это 2 глава 38 стих, Деяния апостолов. Иудеи воскликнули, а что нам делать, мужи и братья? Он говорит, покайтесь. Первое. Второе. И докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. Второе. И третье. Получить дар Святого Духа. Не написано, докрестится во имя Отца и Сына и Святого Духа на имя Господа Иисуса Христа. И некоторые перестали крестить. И сейчас, я знаю, секта такая, именники, единственники. Во имя Отца и Сына и Святого Духа они не говорят, а крестятся во имя Господа Иисуса Христа. Ну, правильно, так написано. А что это означает? Потом из них там еретик один зашел на меня. Ну, это вот мы так, а вы почему не так делаете? Я говорю, а вы откуда бы узнали, что надо так крестить? Ну, написано. Ну, написано. Ну, вот-то еще написано, Матфея, это Христос сказал. И надо нам совместить это, а не так, что это я возьму, а то отброшу. Библия, все писание Бога вдохновенное. Ну, да как крестили во имя Господа Иисуса Христа. Мы уже говорили об этом. Но написано во имя Отца и Сына и Святого Духа. Он опять свое, но во имя Господа Иисуса Христа. Ну, ты с этим-то соедини, примири два места писания. А что такое секта? Это узор взгляда на истину. Он ищет истину, он на один стих берет. Он знал, что Бога Его, азат. Иегова, 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 Иегова. Да мы знаем, что Бог Иегова. Но мы его назнаем, что он Саваоф. У Бога 500 почти имен. Он говорит, я иосемиси, наверное, виноградная лоза. Он сын Божий называется. Отец Вечности. Ну, 7-14 пророка Исаии. Там написано все имена. Они не могут. Это означает, я говорю, что поверил ты в Господа Иисуса Христа. Во имя Его крестишься. Но над ним произносили слова. Во имя Отца полное погружение. Во имя Сына. Аминь. Во имя Духа Святого. Аминь. Вот что означает. Теперь все стало на место. Крестится во имя веры в Иисуса Христа. А слова произносят вот эти. А как вы узнали? Да никак я не узнал. Это церковь православная сохранила. Я не придумал ничего. И мне легко на душе. Они еретики. Они отвергают церковь православную. Апостольскую. Соборную. И каждый тянет в свой угол, говорит, на себя одеяло. Вот теперь мы узнали. Это одно место. У них на каждом шагу их толкования все противоречат друг другу. Вот сколько голов, говорит, столько умов. Я говорю о благовестии. Мне приходилось чуть не во всех столичных городах Советского Союза проповедовать перед разными сектантами. И не было ни разу, нигде, чтобы Бог посрамил. Вот сидят. Притом все сто процентов согласны. В одном месте дали слово в баптистском собрании. Там 450 человек. Это большое собрание. И после встал пресс-фитер и говорит, мы все до одного готовы принять православие. Сегодня же. Вот такое, когда они покажут, которое называют там дворкины, тогда я скажу, увы, правда, ребята, наверное, близки к миссионерству. Миссионер ничего от себя не может сказать. Дух Святой ему полагает. Миссия. Почему? Потому что Христос исполнил миссию Отца. А мы миссию Христа исполняем. Они не понимают. Кому сказал Христос эти слова? Идите, крестите. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Одним ли апостолом, или через них и епископом? Или пресс-фитером и дьяконом? Или всем уверовавшим в него? Это я вопрос задаю в этой статье о благовестии, в книге к истинному православию. При всеобщем священстве, при благодатной освященности, которую получает каждый член церкви в таинстве крещения и миропомазания, эта освященность осуществляется действием Духа Святого, который усыновляет христианина Богу Отцу, посвящая его в сам Мирянина, члена церкви, таинственного тела Христова. Сам Мирянина, так интересно это выражение. Ибо все, водимая Духом Божиим, суть Сыны Божией. Римлянам 8.14.17 Сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить жертву, благоприятную Богу, Иисусом Христом. Вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшее вас из тьмы в чудный свой свет. 1 Петра 2.5.9 Это, я считаю, Библию, Слово Божие, авторитетнейшее Слово Божие, и соделавшим нас царями и священниками Богу. То есть все мы цари и священники Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки вековое имение. Откровения 1.6 и 5.10. Все, больше других мест нету. Ну, еще Исход 19.6. Вы все царственное священство. Сектанты это берут, а дальше не идут. Мы все священники. Это в духовном плане. А исполнять необходимые какие-то требы с таинством может только посвященный, рукоположенный епископам, которые от апостолов с их времен идет. Апостолы рукоположили, те других и до наших времен. Где разрыв, это уже не церковь. А это сохранилось только у православных, у католиков, григориан-армян, коптов и сирийцев. Все. За этим церкви нету, за этим кругом нету. А как эфиопы, ну они там эти, сирийцы, с этим все связано, там одно. Все. Вот пять. Пять сильных. А остальное все там и секты, и ереси. А сегодня придумали динаминации. Ты какой динаминации? Нет этих слов в Библии. Конфессии. Нет. Это два слова, которыми сатана прикрыл слово ересь. Есть истина и есть ересь. Есть церковь и есть еретики. Они никогда слово еретики не произносят. Ни баптисты, ни адвентисты, ни харизматы, никто. Это мы должны знать. Мы имеем сокровища неоценимые. Имеем таинство, литургию, которую могут совершать только священники. Мы все священники в духовном плане. Что молитвы, когда возносим, мы священнодействуем. Когда проповедуем, священнодействие, благовестие исполняем. Но чтобы совершить таинство, чтобы хлеб превратился в тело, вино, в кровь, это делает Дух Святой только через священника. Вот когда Никон сделал реформу, и кто не согласился, они остались без поповцы, называется, православные. Некоторые смирились, стали доказывать, что священство вообще кончилось, а другие стали искать. Искали, искали, и нашли. 180 лет без священства было. Вдовство церковь. Это старобрядцы белокринитской иерархии. Вот, они нашли. Метрополита Амвросия, он рукоположил Павла и Алипия двоих, хотя правило апостольское первое, запрещает. Но по великой-великой нужде бывает. Я могу назвать там амфилохи, которые были, делали это, амфимникамедийский. Это было такое. Вот они восстановили свое священство. В Москве, это на Арагорском кладбище, Арагорский поселок называется. Там они находятся. Это тоже православное. И вот это, если ты не знаешь, ты куда-то впадешь, в какую-то ересь. Обязательно. Некоторые отходят. А я никак не называюсь. Я сам по себе. Ну, сам по себе никто на земле не заявляет. Или Богу, или сатане будет служить. Или подкаблучник. Значит, будешь выполнять требования своей жены и прочее. Подкаблучники, это потерянные люди. Муж – это глава. Слово его – закон. С печатью. Жена написала письмо, и пока муж не поставит аминь, не должна посылать даже его. Она не должна даже из дома выходить без своего повеления. Они не знают это. Златоуз говорит, вышла замуж, превратись в камень. Учить жене не позволяю. Не властвовать над мужем, но быть в подчинении. А кто это говорит? Павел Апостол. Подкаблучники, они этого не знают. Ну, что на это сказать? Ему ничего, и Бог не доверяет никогда. Мужчина, у него обязательно борода. А сегодня они бреются. Почему? Они на баб похожи. Две мамы в одном доме. Мужчина бороду не трогает, не подбревает, не усы, не подстригает, ничего. Нельзя трогать. Это другой вопрос о бородобритии. Вот на сегодня все. И сейчас я отключу вас, кто здесь есть. И сразу начинаю, мы каждое утро даем отчет за прошлый день. Называется «События дня». Уже где-то 530 роликов нас насунули одни. Говорят, это враги вас натолкнули, чтобы давали. А теперь и враги попятились. У нас такие интересные эти события дня. Притом полезные. Материалы включаются. Сейчас я отключаю, проверю, кто будет слушать, потому что мне же не видно. Я спрошу. Все пока на этом. Слава Богу, что мы помолились. Теперь я сейчас отключу.